Тазики, ведра, беготня по ночам. Сейчас это привычная жизнь жителей дома номер 59 на улице Горького. Днями и ночами напролет люди собирают воду, проникающую им в квартиры. Всю ночь, когда шел дождь, не спали, только тазики уносили, и много что намокло. Настроения никакого. В первом подъезде пролил все вплоть до второго этажа. Потому что над квартирами остался только потолок, крыши нет. Как выяснилось, в доме недавно начался капитальный ремонт крыши. По словам жильцов, через какое-то время подрядная организация по неизвестным причинам остановила работы. Они сняли кровлю, то есть вот склад досок, старых досок. Но потом у них что-то пошло не по плану. Говорили по-разному, говорили, что им деньги не доплатили. В общем, они исчезли. Как раз начались дожди. Они обмотали пленкой крышу, остатки крыши и уехали на неделю. Как раз, когда было самое солнце, когда можно было все это делать, они уехали. После того, как жители дома начали обращаться с жалобами о протечках крыши в ЖЭУ и к властям города, ситуация начала меняться. По словам жильцов, подрядная организация была заменена. Вторая бригада, дали хорошую бригаду. Они стараются то, что первое натворило, как-то убрать протечки эти, потому что дожди идут каждый день. Но на данный момент у меня все сделали. То есть не течет? Сейчас не течет. Крыша дома сейчас представляет собой своеобразный парник. Она защищает потолки квартир от дождя посредством гидроизоляции. Ремонт крыши продолжился. Большую проблему в работах, по словам действующей подрядной организации, составляет тот факт, что ремонтируемый дом вплотную прилегает к новому строению. Вся вода с нового дома течет на старый. Ливневка общая. Она не справляется с объемом воды, которая в результате застаивается на крыше старого дома. Но даже если вода и попадает на землю, то оказывается даже не на асфальте, а в глубокой яме, которая возникла в результате пристройки нового дома к старому. Оттуда вода проникает прямиком в цокольные этажи дома номер 59. Для того, чтобы снять эту проблему, мы приняли решение полностью конструктив крыши сменить. И двухскатная крыша сейчас будет вестись до стены вновь построенного здания. Поэтому проблемы с производством работы и, соответственно, с графиком сейчас сдвинулись. По словам главного представителя подрядной организации, она не менялась, а действовала здесь с самого начала. Что расходится с мнением жильцов. Хотя бригадиры в данный момент, выполняющие работы, признаются, что трудятся на объекте не больше трех дней. Правда, в этой ситуации у каждого своя, но это уже не влияет на результат. Все работы, производящиеся по этому адресу, теперь находятся под строгим контролем Общероссийского народного фронта. Именно благодаря этой организации проблема дома номер 59 на улице Горького была обозначена, получила огласку. И теперь здесь все становится на свои места.